По поводу того, что люди выходили на протесты, значит, в том числе, да, и не за этого фигуранта. Значит, да, наверное, вы правы, так и есть. Но вы знаете, в чём дело? Ведь и фигуранты этого тоже используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей. Возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, к уровням своих доходов. Ну, мы же с вами люди, мы все понимаем, у нас друзья есть, родственники, связи. Значит, ну, чего не объясняй, человеку хуже стало жить, ну, чего не объясняй, чего не говори, пандемия, не пандемия, вот хуже жить, значит, плохо. Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. И у нас этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались. Ну, конечно, а как же? На это расчет. Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом. Сначала на это же рассчитывали. Исходили из того, что мы ни к чему, вызывать нас никак. И мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем в других странах. Я уже говорил, у нас самый объективный показатель – количество заболевших на 100 тысяч населения. У нас 12 человек, а там до сих пор 45. Значит, мы начали связать и производить. 20 раз больше, чем в начале эпидемии. 20 раз. Мобилизация всей системы здравоохранения и мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и в Штатах. Там вообще просто развал какой-то. Там высокий уровень здравоохранения. И промышленность, и достижения замечательные. Нам еще далеко по некоторым управлению до них. Совершенно очевидная вещь. Но это для определенной публики. А у нас для подавляющего большинства населения. И способностей к мобилизации нет у них, как оказалось. У нас лучше. Тоже проблем достаточно. Я знаю про эти проблемы. Знаю, как в коридорах люди лежали. Я все это знаю. Но не все, наверное, многое. Но все-таки это лучше, чем в других местах. Не получилось. Но, тем не менее, раздражение накапливается. Проблем много. Денег не хватает. Ну, конечно, пытаются хоть что-то сделать, использовать. Значит, поэтому понять можно людей. Но здесь ведь в чем дело? Дело в том, что власть должна добраться терпения. Работать, тем не менее, ритмично. Не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности. Вот у нас, мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и пространств жизненных, в которых мы живем. В том числе и городов, и крупных, и малых городов. Ну, постепенно, постепенно все будем делать. Делаем. Понятно, вы понимаете, ведь люди смотрят на... оценивают, точнее, оценивают свою жизнь не потому, что было вчера или 10 лет назад, а потому, что хочется, чтобы было завтра. Это, знаете, от этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая это, конечно, ускорять темпы развития. Вот в рамках национальных проектов и будем это делать. Наши оппоненты или потенциальные противники, они, испокон веков, это всегда было со времен царя Гороха в нашей новейшей истории, уже более отдаленной в период подготовки и ведения Первой мировой войны. Всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти. Всегда их использовали. Использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных. И здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти, очевидно. И всё это просто самым активным образом используется. Для чего? Ну, тоже очевидная вещь. Послушайте, я уже говорил в сфере военного строительства. Сначала это тоже, как над вакциной хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение российских вооруженных сил, на боевое дежурство? Ну, сначала начали хихикать, что всё это ерунда, фейк, придумано. Сейчас всё это сменилось на совершенно другие настроения. На совершенно другие настроения. Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружений, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про авангард, там, ну, всё остальное. Всё наше гиперзвуковое оружие. Значит, вот с учётом того, что наши учёные-биологи изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание, что это не единственное достижение. Не единственное. У нас много достижений. И это начинает уже раздражать. Вот отсюда появляется политика сдерживания, в том числе и в экономике. Кокомовские списки никто не отменил. Они же на практике сфункционировали даже в 90-е годы. Значит, никто же не отменял этих ограничений. Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали всё больше и больше на это обращать внимание. Вы что, не помните, как меня рисовали вот с такими клыками, и кровь капала там? Паримач, по-моему, это картинка. Таких картинок было много. И свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счёт. Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать, всё. Вот тогда началась сразу политика сдерживания. Но вы чего этого не понимаете, что ли, не видите? Именно тогда потихонечку, из-под маленькими шажками, всё больше и больше. И чем мы становимся сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания. Вот это второй компонент, для чего используются люди подобного рода. Значит, ну а здесь по всем направлениям. Наше влияние на постсоветском пространстве, как бы то ни было, оно растёт. При всех сложностях, ведь когда Союз разваливали, должны были понять, что сейчас насчёт становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но тем не менее, за последние годы наше влияние здесь растёт. Это тоже вызывает беспокойство. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать. И этих людей, безусловно, будут использовать для этих же самых целей. Мы чего забыли, как в конце 80-х годов резали наши подводные лодки, наши самолёты и ракеты средней дальности. После того, как начали их уничтожать, главный конструктор покончил жизнь самоубийством нашим. Застрелился. Вот это в рамках, так сказать, общих разговоров о снижении напряжённости в мире уверен, что от этих людей потребуют и таких решений. Вот вы сейчас сказали про исключительность. Они клятву приносят своему народу на чём? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны. В Библии брак – это союз между мужчиной и женщиной. Он клянётся на Библии и нарушает её. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу. В этих вещах очень много противоречий. И это совсем не значит, что мы должны следовать их примерам. У каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба. Я верю в пассионарность. Вот эту теорию пассионарности. Это, собственно, как в природе, так и в обществе. Идёт развитие, пик, затухание. Россия не достигла своего пика. Мы на марше развития. Она прошла через тяжёлые, тяжелейшие испытания в своей истории в 90-е, начале 2000-х годов. Но она на марше развития. Я в этом абсолютно убеждён. И опираясь вот на это, у нас, если говорить вот так вот образно, в хорошем смысле этого слова, можно оболгать и оплевать любое понятие. Но вот чувство патриотизма, любви к родине, к отечеству, является сердцевиной нашего будущего. Потому что, если не любить своё отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся, на самом деле, уничтожать их и их достижения, это значит, не верите в будущее. Я абсолютно в этом убеждён. Оно есть. Повторяю ещё раз. Я смотрю, потому что у нас происходит. Проблем моря. Но мы всё-таки, в отличие от других старых или стареющих быстро наций, мы всё-таки на подъёме. Мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан, этот код, на смешении крови, если так по-простому, по-народному сказать. А это возможно, если мы будем сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство. Уважая каждого человека, который проживает на этой территории. Чтобы каждый, который здесь проживает, чувствовал, что это его родина. Даже будучи представителем самого малого народа. Поэтому вот всё это можно объединить одним словом патриотизмом. Всё, что я вам говорю сейчас, я говорю спонтанно. Вот прямо вот то, что в голову приходит. Если подумать, можно сформулировать, наверное, более образно и точно. Но по сути, это будет именно то, что я сейчас сказал.